Второй раз Дональд Трамп-младший дает показания на Капитолии. Главная тема этих слушаний снова встреча Трампа-младшего, Джареда Кушнера и Пола Манафорта в Трамп-тауру в июне прошлого года с российским адвокатом Натальей Весельницкой и еще несколькими российскими представителями. На ней, если вероятность, мог предлагаться компромат на Хилари Клинтон. Примечательно, что вместе со слушаниями в Комитете по разведке палаты представителей в сводках новостей сегодня показания самой Натальи Весельницкой, которую она ранее давала конгрессменам. Телеканал НБС заполучил весь текст заявления российского адвоката и в них всплыло несколько интересных моментов. Дональд Трамп-младший спросил, есть ли у меня какие-либо финансовые документы, указывающие на то, что пожертвования фонду Клинтонов могли быть получены незаконно. Я сказала нет и что это не моя тема для обсуждения. Встреча, по сути, на этом и закончилась. Таким образом, интерес к компромату у Трампа-младшего все-таки был, несмотря на то, что команда президента ранее пыталась представить эту встречу как ознакомительную. Целью же Весельницкой, как она утверждает, было исключительно обсуждение акта Магнитского, отмену которого она и еще один участник той встречи, Ренат Ахмедшин, активно лоббировали. Весельницкая утверждает, что всех в заблуждение вел инициатор встречи, Роб Голдстоун, музыкальный продюсер и друг семьи Агаларовых, приближенной к Путину. CNN сегодня сообщает, что уже на следующей неделе Голдстоун, возможно, также появится на слушаниях в Конгрессе. Еще один интересный момент в показаниях Весельницкой. Она не признает, что в день встречи с Трампом-младшим общалась с Гленом Симпсоном, основателем фирмы Fusion GPS, которая помогала составлять то самое досье стила «Компромат» на Дональда Трампа. Сам Симпсон в показаниях, которые дал ранее, утверждает, что все-таки встречался с Весельницкой. Спрашивая Дональда Трампа-младшего и о его переписке с порталом WikiLeaks, который состоялся незадолго до выборов, отметим, что ее содержание для общественности не секрет. Син президента сам ее опубликовал в Твиттере. WikiLeaks просил слить данные о налогах Трампа-старшего и, естественно, получил отказ. Но законодатели все равно хотят в этом моменте разобраться. Сенатор Блюменталь, в частности, заявил, что эта переписка может быть одним из веней в цепи свидетельств о связях штаба Трампа с Россией. Параллельное расследование Роберта Мюллера набирает еще больше оборотов. Вчера сообщалось, что спецпрокурор запросил информацию о счетах и транзакциях президента США у Deutsche Bank, который предоставлял Трампу кредиты для инвестирования в его строительные проекты. Белодом поспешил опровергнуть появившуюся в прессе информацию. Адвокаты президента подтвердили. Новость о том, что спецпрокурор запросил финансовые отчеты, касающиеся президента, является абсолютной неправдой. Повестка не была выписана и не была получена. Мы подтвердили это в банке и других источниках. Я думаю, это еще один пример того, что СМИ заходят слишком далеко. Вместе с тем, Deutsche Bank опровержения не дает и, напротив, заверяет в своем заявлении, что готов сотрудничать с расследованием. Напомним, что по некоторым данным, Трамп имеет долг перед банком в размере 130 миллионов долларов. Сам банк был оштрафован за фиктивные сделки и бездействие в случаях отмывания российских денег. По мнению конгрессмена Адама Шифа, цитата, «Если Россия отмывала деньги через Trump Organization, это будет гораздо более компрометирующим фактом, чем любое непристойное видео. Его можно будет использовать против Дональда Трампа, его помощников и членов семьи».